Россия последовательно поддерживает минские процессы и выступает за его продолжение. Попытки перенести переговоры в другие форматы, в которых не участвуют представители Донецка и Луганска, контрпродуктивны и неприемлемы. Только прямой диалог украинских сторон может дать результат. Нельзя допустить, чтобы минские договоренности постигла та же судьба, что была уготована к соглашению 21 февраля и Женевскому Украину. Особое значение для восстановления доверия и национального примирения будет иметь честное и открытое расследование всех преступлений, включая трагедии Майдана, Одессы, Мариуполя, катастрофу малазийского война. ОБСЕ, взявшая на себя главные функции внешней поддержки и урегулирования украинского тризиса через развертывание специальной мониторинговой миссии и участие в контактной группе, должна наращивать усилия на всех этих направлениях. Считаем губительными попытки доказать, что только НАТО и Евросоюз обладают монополией на истину, и что только в их рядах можно обрести безопасность и процветание. Если следовать этой логике, то ОБСЕ надо закрывать. Россия с этим не согласна. Строительство того самого общеевропейского дома последовательно подрывалось односторонними действиями. Расширение НАТО, создание американской проф. Европы, агрессивное продвижение концепции восточного партнерства, при отказе даже признавать евразийскую интеграцию, возведение искусственных барьеров для контактов между людьми. Третьяна себеılка, оей, Продолжение следует...